Моя життя – це боротьба. Коньяка Джарри – моя винаграда. Моя життя – моя винаграда – моя винаграда. Моя життя 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 – моя винаграда. что он будет покончить жизнь самоубийством. Здесь у нас не Робин Уильямс. Я просто хотел сказать, что существует исключение из правил. Вот и все. Исключение из правил — это и есть наша работа, следователь Кабириев. Ладно. Ладно, вот скажи мне, вот с чего начать? Давай, говори. Фотографию мучила. Для начала. Неплохое начало. Оперативники не обнаружили следов борьбы. Предварительное заключение — самоубийство. Знакомое выражение лица. Ну что тебе смущает, Анжелика? Следы на руках. Ну, допустим. Сперва он порезал правую руку, затем переложил в неё бритву и стал резать левую. На фото видно, что бритва осталась лежать в правой руке. Но на ней задето сухожилие. Это говорит о том, что левую он должен резать с меньшим усилием. А порезы идентичны. Я понимаю, что любой эксперт скажет, что факты налицо, но... Ну, ты ведь не из таких, Анжелика, но... Николай Алексеевич, готово от досье на убитого. Это Дмитрий Волин. С 90-го года рождения работал курьером компании «Кемикл Солюшнс». Приводов не было. Курьер устроил вечеринку на две тысячи долларов. Да-да-да. Как говорил Пуаро, одна загадка — это просто загадка, а две загадки — это уже повод задуматься. Ну что, разрабатываем версию убийства. Вы уж простите, Димка был хорошим мальчиком, но вот только уборка ему никогда не давалась. Мы всё быстро посмотрим, спасибо. И ещё у меня к вам просьба. Димка ушёл в тот день, и я здесь ничего не трогала. Будем очень аккуратно, спасибо. Я оставлю вас. И как мы проведём здесь обыск, ничего не трогаем? Будем стараться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда человеке нужно узнать намного больше после его смерти, чем при жизни. Слушай, она ничего не узнает, хорошо? Ну, ты спонимаешь, что... Воспоминания — это всё, что у неё осталось. Договорились? Хорошо. Шеф, пришли результаты вскрытия. В организме Дмитрия Волина нашли героину. На левом бедре есть след от укола. Всё-таки самоубийство под влиянием наркотиков? Я по-прежнему уверена, что это убийство. Ну, почему ты так думаешь? Наряду с героином в крови обнаружен изопропилметилхосфанат, производная азарина. Попадая в организм, он вызывает паралич. Я считаю, что Волина укололи шприцом, в котором была смесь паралитика и наркотика. А затем разрезали вены и сомитировали самоубийство? Именно так. К тому же, подобного рода паралитик в такой дозе отключает человека практически мгновенно. Волин не смог бы перерезать себе вены. И мы, короче, начали Димку искать. Ну, и я спустился вниз, вижу машину. Я заглянул в машину, а там Димка. Вот. Что употребляли? Текила, виски. Максим, я не ваша мама. Ну, наркоты не было, честно. Почему же тогда в организме Дмитрия мы обнаружили героин? Я не знаю. Может, он с этим качком принял. С каким качком? Он есть на фотографиях? Да на фото его нет. Я снимал эту. Он к девушку, короче. А к Димке пришел этот быкан Паштет. Вы его знаете? Ну, да, это ж Друган его школьный. Пашка Осипов. А чё? У нас есть подозрение, что Диму убили. Паша и Дима, они очень бодались в коридоре. Почему? Я не знаю, мы туда не лезли, это не наше дело. Я только знаю, что Пашка очень зол был. Так чёрт. Почему же вы об этом не сообщили раньше? Ну, я типа не подумал. Я типа свободен? Вот типа... Подписки, а не выезде. Да, Сергей. Да, Ида, наша ошибка. Простите, пожалуйста, ещё раз. Всего доброго. Простите, у нашей фирмы сейчас трудные времена. Продолжим? Да. Елена, скажите, а вы за Дмитрием не замечали в последнее время чего-то странного? Да нет. Он был достаточно весёлый. И если бы я знала, что у него какие-то проблемы, я бы всё для него сделала. Наша компания, как большая семья, поэтому... Смерть Димы... Это очень большой удар для каждого из нас. Да. А Павел Осипов сейчас в офисе? Нет. Я его уволила. Неделю назад. Простите, а за что? Ну, он ленился, опаздывал на работу. Как легко вылететь из вашей семьи. Павел подрался с Димочкой. Из-за чего? Я не раз спрашивала. Я и раньше замечала, что Павел бывал агрессивным. А нам и без драк проблем хватает. Нам нужен адрес Павла. Хорошо. Только, пожалуйста, давайте всё сохраним в тайне. Ничего не понимаю. Волин покупал в интернет-магазинах телефона, потом продавал их по объявлению, но уже дешевле. По цене бэушных. Ну, а может он Робин Гуд? Да. Чтоб работать в такой минус, ему надо было ограбить кого-то, ну, очень богатого. Ну, не настолько богатого, а тут товара тысяч на шесть. Это только те, которые были у него на руках. А судя по его аккаунту на сайте объявления, он провернул сделок тысяч на двести. Думаешь, прачечная? Чтобы отмывать деньги, нужны счета, а у него только кэш. И к тому же сейчас обналичка стоит, ну, максимум девять процентов. А он скидывал могилки за полцены. Как-то дороговато для прачечной. Ну, не печатали же о них. О, тут есть заявление из интернет-магазинов о фальшивках. Ну, всё в рамках нормы. А может они просто не знают, что у них на руках фальшивки? Да у них же есть детекторы валют. А у тебя другое объяснение есть? Ну, вот. Ну, давайте нам нужно с вами поговорить. Где ваш брат? На тренировке. Возьмите и позвоните ему. Так, телефон выключен. В зале его нет. Мы не скажем, где мы можем его найти. Вы любите своего брата? Что он натворил? Ваш брат подозревается в убийстве. Вот придурок, а. Вот придурок. Он заехал ко мне на работу и попросил машину на полдня. Когда я вернулся домой, то видел, что он уже собрал свои вещи. Чёрный Ауди. Вот номер. А он не упоминал, куда именно он собирался ехать? У меня на тачке GPS-маяк стоит от угона. Вот его код в сети. У него газовый пистолет. Аккуратно. Уважаемый, пластиковую тару у нас запрещено. Иди отсюда. Уважаемый, пластиковую бутылку у нас нельзя. Поработаем. Очень вы успокоились. Только отошли себя на хрен. Давайте поговорим. Осипов. Давайте поговорим, успокоились. Отошли, я сожгу здесь всё! Осипов! Ну что, Осипов, поговорим? Что бы я ни сказал, вы мне не поверите. Ну, давайте попробуем. Хотите, я первый начну, а вы дополните. Итак. Вы с Волином отмывали деньги через интернет-магазин. Всё шло хорошо. Потом вы что-то не поделили. Скорее всего, деньги. И решили Волина убить. Я его не убивал. Ну, во-первых, вы подрались на работе. Это раз. Во-вторых, есть свидетели, которые видели, как вы ссорились на вечеринке. После чего Волин был найден мёртвым. Я пытался спасти его. Димка считал, что наш бизнес приносит мало денег. И связался с опасным человеком. Так, значит, бизнес всё-таки был. Ну и где типография? Да я не знаю, честно. Что у нас за разговор-то получается? Не убивал, не знаю. Ну а фамилию этого опасного человека, от которого друга хотели уберечь, знаете? Знаю. Столяров. Так, с этого момента подробней. Мы с Димой нормально зарабатывали. Мы бодяжили спортпитание и продавали лохам в спортзалах. Бодяжили чем? Да откуда я знаю, я не вникал. Да Димон там химич. У него же лучший балл по химии в школе был. Нормально денег наваривали. А потом он связался с этим. Где и как Волин познакомился со Столяровым? В качалке. Он понял, что мы бодягу принесли. И предложил зарабатывать нормальные деньги, сбывая фальшивки. Да я пытался остановить его, но он жадный всегда был, понимаете? И упёртый. Вот к чему это привело. Да я вам честно говорю, это Столяров Димку убил. Я и на заправке так себя вёл, потому что подумал, что это его люди, а не агенты. Ну хорошо, это мы проверим. Можно, шеф? Да, заходи. Столяров снова в деле. Ты уверен? Да, то, что рассказал нам Осипов, полностью совпадает с его почерком. Ищет молодых мошенников, предлагает заработать на печати фальшивок. А когда исполнители больше не нужны, выбирает? Именно так. Но он вообще работников не держит больше года. Когда у тех начинает сносить крышу от лёгких денег, и они устраивают, к примеру, дорогие вечеринки, то... Да, похоже на правду. Но если Осипов нам не врёт. Я думаю, что врать в таких подробностях он бы не смог. Ну или для этого ему бы пришлось почитать дело Столярова. Да-да. Видимо, иногда большая рыба сама может запрыгнуть в лодку. Так что разрабатываем эту тему. Денька мне ничего не рассказывала, а я боялась, что у него проблемы с наркотиками. Скажите, это так? У него обнаружили в его организме наркотик. О боже. Но у нас есть подозрение, что ему кто-то ввёл его. Кто? Пока выясняем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Попытайтесь вспомнить как можно больше. Хорошо? Вы сказали, что у вас есть подозрение, что он принимал наркотики. Почему вы так думали? Ну, потому что он всё время где-то шлялся, приходил весёлый и от него пахло какой-то химией. А что за запах? Не помните? Помню. Вы знаете, как в больницах раньше хлоркой мыли. А где он обычно бывал? Я не знаю. Он мне ничего не рассказывал, но он всё время приходил испачканный. Сейчас, одну секунду. Узгляни. Хлор используют для отмеливания целлюлозы. Так что, думаешь, он сам делал бумагу для денег? Я не знаю, поможет вам это или нет, но вот, за весну он пять пар брюк испортил, а эти пятна не отстирываются. Очень похоже на диоксид титана. Скажите, а здесь недалеко есть химические заводы? Да, есть. Пару кварталов отсюда, но он уже лет десять как не работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Аккуратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он очень примитивная бомба. Скорее всего, для того, чтобы уничтожить улики, а не остановить непрошенных гостей. Ну, да. И, судя по его методам работы, я думаю, что Столяров устроил бы нам более жаркий прием. Видимо, они собираются сюда вернуться. Да, работа тонкая. Попадись мне такая, я даже не заметил бы подделку. Никто бы не заметил, даже работники банка. Волено удалось сымитировать все средства защиты банкноты, даже микроперфорацию. Сколько она в счету? Судя по данным из компьютера, около двухсот тысяч. Ого, ну, все сходится. Николай Алексеевич, я так понимаю, что в данный момент Столярову нужен новый типографский рабочий? Ну, а если что-то пойдет не так, нет, я не могу рисковать жизнью гражданскую. Ну, почему? Ну, почему? Он же просто может представить нашего агента, как классного фальшивомонетчика, и сразу уйти. Его будут прикрывать наши агенты. Знаешь что, Анжелика Каптановна, ты единственный сотрудник моего отдела, который постоянно со мной спорит. Постоянно. А я так не думаю. Что? Простите, Николай Алексеевич. Ну, вот поэтому и взял тебя в отдел. Хорошо. Постараемся втереться в доверие этому Столярову и найти доказательства его причастности к убийству. Бумага. Это, как его, хлопковая пульпа и концентрат льна. Верно. Состав краски. Феромагнитная база, метамерный, инфракрасный пигмент. И чего-то там это вот оптическое, вот это вот, оптический краситель, в общем, какой-то. Оптически изменяющийся краситель. Точно. Роберт, это очень важно. Если Столяров поймет, что ты совершенно не разбираешься в технологии, это будет просто... Не поймет. И как-то одних наркодилеров за 10 минут упал там. Все будет нормально. На него твое обаяние не подействует. На тебя же действует. Ну все. Так, стой, стой, подожди. Надень наушник. Не-не-не, он это заметил. Так, либо ты надеваешь наушник, либо я сейчас звоню Строгову и он отменяет операцию. Не видно? Нет. Довольна? Да. Я рад. Будь осторожен. Здравствуйте. Извините, что я опоздал. Мы уже, собственно, мы уже уходим. То есть как, вас не интересует мое предложение? Я этого не сказал. Так где вы говорите, работаете? Да, ничего особенного. В маленьком сером здании. В Третьяковском переулке. И что же заставило сотрудника спецкомбината заняться столь опасным делом? Ну, уж понимаете. Как-то каждый день через твои руки проходят миллионы. А ты получаешь копейки, то воля-неволя задумываешься. Так вы утверждаете, что сможете безопасно доставать настоящую денежную бумагу? Если брать в разумных количествах, то я думаю, что никто не заметит. Да, да. Это очень удешевит производство, повысит качество. Образец принесли? Да, конечно. Пожалуйста. А как там дела у Маслова? Что? Маслов уволен год назад, теперь на его месте Жукевич. Меня интересует, как поживает Маслов. Это же ваш непосредственный начальник. Дело в том, что у вас устаревшая информация. Мой непосредственный начальник на сегодняшний день — это Жукевич. Маслов уволен. Надо же, ну за что? Я слышал, был скандал. Роберт, таких данных нет, тяни время. Начальство нас не посвящает в своей таре. Дело было громкое. Вы должны знать. Ну, скажем так, не только простые работники задумываются о зарплатах. Только этого я вам не говорю. Хорошо, с вас полмиллиона в месяц. Мне семьдесят процентов от оборота. Семьдесят. Но вы должны начали показывать, как вы умеете работать. То есть, с удовольствием, конечно, только у меня сейчас нет бумаги. Это всего лишь оценка вашей квалификации. Поработайте пока на моей. А если все пройдет хорошо, будем печатать на вашей. Артур, забери меня. Артур, забери меня. Ольга, рад вас видеть. Даже не ожидал, что вы придете. Вы что-то вспомнили, да? Ничего я не вспомнила. Я жаловаться пришла. На что? Я, конечно, готова помогать следствию. Но приходить на похороны и задавать одни и те же вопросы, это уже, простите меня, наглость. Секундочку, я не понимаю, о чем вы. Да я об агенте вашем. Так, секундочку, подождите. Алло, Глеб, скажи мне, кто-нибудь из наших сегодня был у Ольги Волиной? Вся группа сейчас на заводе, о чем? Забивай эфир. Да, извини. Ну что, Жука, видимо, какая-то ошибка, все наши агенты на выезде. По-вашему, я все это придумала? Нет, я так не сказала. А вы можете описать того, кто к вам приходил? Могу, конечно. Он такой невысокий, худощавый, где-то лет 30, и волосы у него темные. Так, и что спрашивай? Да то же самое спрашивал. Где Димка бывал? Я сказала ему, что его коллеги уже спрашивали, поехали на химзавод. Извините. Алло, Глеб, только что кто-то представился сотрудником нашего отдела и узнал о химзаводе. Я не знаю, кто это, но будьте осторожны, возможно, это человек Столярова. Понял. Осталось поставить маркер и подпросить на интаглию. Хорошо. Ваш предшественник делал отличные деньги, но если у нас будет настоящая бумага, вы его превзойдете. А что случилось с предшественником? Он отошел от дел. Роберт, мы с майоровым рядом, все под контролем. Пройдем? Конечно. Пройдем. Так что, когда мы начнем работать? А мы уже начали. Роберт! Ты нормально? Все в порядке. Все в порядке. Так. Что? Мертв. Что произошло? Я не виновата. Честно, я не виновата. Он выскочил прямо под колеса. Я тормозила, но он ехал очень быстро и влетел мне в машину. Господи, он же мертв. Господи, что я надела? Сидите, у меня же успокоится. Что теперь будет? Николай Алексеевич. Ну, что там у тебя? Есть досье на нашего снайпера. Ну? Это Сотник Сергей Георгиевич, 85-го года рождения. Сотник? Ты ничего не путаешь? Надо, чтобы ты еще раз проверил. Я ведь точно помню, что его ликвидировали три года тому назад. Это я знаю. В досье указано. Но ДНК его совпадает. Так, с каждым шагом все интереснее и интереснее. Шли за фальшивым монетчиком, а нашли наемного убийцу. Даже страшно представить, куда нас выведет эта дорожка. Ольга Волина его опознала, а там он к ней приходил и представился агентом. Надо допросить охранника Столерова. Это пока наша единственная заценка. Щукин, давайте поговорим. О чем? Ваш босс Столеров Сергей Михайлович. Подозревается в убийствах, хищениях людей и подделке денег. Вы всегда с ним были на всех встречах и прекрасно знаете людей, с которыми он работал. И что-то мне подсказывает, что эти люди сделают все, чтобы вы никогда никому ничего не смогли сказать. Поэтому давайте сейчас с вами поговорим, пока у вас есть эта замечательная возможность. Вы сможете меня защитить? Я могу вам гарантировать, что мы договоримся с прокурором о программе по защите свидетелей. Я видел, как он убил того парня. Он сел к нему в машину, что-то уколол и потом порезал ему вены. Почему не заявили в полицию? Чтоб меня потом тоже так нашли. Вы знаете, где он хранит непечатанные деньги? Да. Жив? Все для людей. По показаниям охранника, я думаю, что нас здесь должно ожидать деньгохранилище наподобие федерального казначейства США. Я тоже себе все по-другому представлял. Может, он солгал? Слушай, я думаю, что с ним нужно поговорить еще раз. Поехали? Подожди. Что ж такое? У моего деда была такая же машина. Он постоянно терял ключи, и я ее вилкой открывал. Это не получается. Слушай, может, там современный замок? Да нет такой же. Я не знаю. А вот такого у моего деда не было. А вот это уже похоже на федеральное казначейство. Я провела анализ банкнот, который нашли в тайнике, и есть один очень интересный момент. И что это за момент? Судя по номерам и состоянию купюр, их напечатали еще до того, как Столлеров нанял на работу Волина. Они менее качественные. Вот это банкнота из тайника Столлерова. Контуры размыты, и цвет менее глубокий. А это то, что напечатал Кобирия. Четкий рисунок и более насыщенный цвет. Так что, Волин смог усовершенствовать процесс? Он использовал новую краску. И благодаря ей любой детектор определит подделку как оригинал. Так, краску на анализ. Я хочу знать, откуда он ее взял. И срочно пригласите эксперта. Хорошо. Вы меня разыгрываете? Наше агентство не занимается розыгрышами. Тогда почему вы утверждаете, что это подделка? Потому что это подделка. Вы ошибаетесь. Простому человеку я не сказал бы, но вам, агент, я раскрою тайну. Видите? Рисунок переливается, если смотреть под разным углом. Это оптически вариативные чернила. Их изготовляют в Швейцарии. Это единственный завод. То есть подделать их невозможно? На данный момент это никому не удавалось. Тем более, что для изготовления их нужно очень сложное и дорогое оборудование. Ну, а купить эти чернила можно? Простым смертью они не продаются. Ну, а теоретически это возможно? Ну, если только у вас есть связи с монетным двором. Помнится, мне читал я одну книгу про операцию Барнхарт. Очень интересная история, слышал? Нет. Гитлер, когда хотел обвалить экономику Британии, открыл типографию по производству фальшивых фунтов. И эти деньги сбросил с бомбардировщика прямо на Лондон. А когда немцы отступали, они остатки этих денег утопили в озере Топлицзе. И представь себе, все эти деньги сохранились в идеальном состоянии. Так, а вот это уже интересно. Ну, я тебе говорю, очень интересная история. Как же они похожи, а? Да нет, интересно другое. В списке поставщиков монетного онлайн нарисовалась компания, в которой работал Волин. Так вот, откуда он увел эту краску. Ну, от них не поступало официального заявления о пропаже. Ничего, мы тогда об этом спросим у них неофициально. Так, ладно. Одни сука и вещдоки хоронили. Ща, мы. Да подожди, там... Там была и моя купюра. Какая? Простите, ребятушки, но я комментариев не даю. Все вопросы Ксенчуковой. А мы с неофициальным визитом. С неофициальным? Угу. Тоже Ксенчуковой. Это в ваших же интересах. У нас есть подозрение, что со склада пропала краска для изготовления денежных знаков. Ребятки, вы что-то путаете. Здесь никогда ничего нигде не пропадало. Режимный объект, знаете ли. Режимный. И в первую очередь вы подчиняетесь МВД. И если они узнают о пропаже, то у вас будут очень большие неприятности. Правда? Ничего не пропало. Был случай. Был. Один курильщик, уволен, пытался оттиснуть краску. Но мы его задержали. Я одолжил Сенчуковой, она распорядилась отчет о задержании. Ну что ж. И вы согласились. Ребят, а мы с ней в связке. Проблема у завода, проблема у меня. А мне до пенсии пару лет. Воля натуркнули, вопрос заняли. Все доволен? Давайте договоримся о том, что о нашем разговоре Сенчукова ничего не узнает. Договорились. Шер, не нашли связи между Сенчуковой и Сотниковой. Но я чувствую, просто чувствую, что она стоит за этими убийствами. Да, и единственное доказательство это тот факт, что она не сказала о пропаже краски. Но она была напугана. А если она хотела сказочно разбогатеть на этих фальшивых деньгах? Да. Смелый ход для хрупкой женщины. Малочность не имеет гендерных различий. Сенчукова поймала Волина на горячем. Тот раскололся, и она решила войти в дело. Да, это жизнеспособная версия, но не хватает доказательств. Скажи, Игорь, ты вообще слышал когда-нибудь японскую легенду о богине солнца Аматерасу? Шер, я не знаю никаких легенд, не слышал. Вот так вот, послушай. Однажды богиня солнца Аматерасу спряталась в пещеру, и мир погрузился во мрак. Боги пришли к пещере, принесли с собой бедуха, а тот бедух так сильно и громко пел, что богиня выглянула наружу, посмотреть, что же там происходит. Это, конечно, все прекрасно, только я не понимаю, к чему вы клоните. Чтобы нам получить доказательства, нужно заставить Сенчакову выйти из пещеры. На. Тебе подарочек. Пусть аноним позвонит Сенчаковой и скажет, что знает ее секрет. принесли. Я отдам вам деньги, только если скажете, откуда у вас информация. Ну, скажем так, один из ваших охранников не умеет молчать, а мне, как детективу, не составило труда сложить два плюс два. Почему вы решились? Агенты тоже хотят лучшей жизни. А с нашими зарплатами сами понимаете. Почему я могу вам доверять? Я направил своих коллег по ложному следу. Они теперь ищут виновных среди врагов. Столерова. Тем самым отвел от вас все подозрения. То есть, кроме вас, об этом никто не знает? Я достаточно осторожен, чтобы отвести от себя все-все улики. Ну да, вы достаточно осторожны, но не достаточно умны. Успокойтесь, ну, не делайте глупости. Я вас прошу, уберите пистолет. Давайте без глупости. Быстро, опустите оружие. Не делайте этого. Не делайте этого. Успокойтесь, опустите оружие. Не делайте этого. Ну, что, как там наша богиня? Жива, здорова и очень удивлена этим фактом. Проверить, есть ли у нее оружие и при этом незаметно поменять патрон на холостые. Отличная работа. Неплохая идея. Молодец. Ничего. Она нам еще за это спасибо скажет. Лет через 15, судя по высказываниям прокурора. Ну что, предварительный отчет готов, так что, если будут какие-то уточнения, комментируйте. Итак, Дмитрий Волин вместе со своим другом в свободное от рвота время удачно экспериментировали с подделкой спортивного питания. А так как Волин был хорошо осведомлен в химии, дела шли в них на лад. Однажды в спортзале Дмитрий Волин продает свое питание знаменитому фальшивомонетчику Столярову. А Столяров как раз в это время искал нового рабочего для своего денежного цеха. Столяров нанял Волина и Волин приступил с усердием к своей работе. Не знаю, что Столяров имеет обыкновение убирать своих рабочих от того, как они засветятся. Да. Волин понимает, что при наличии краски со своей работы он намного улучшит качество своих подделок. И он решается украсть эту краску, но охрана его ловит и сдает его Сенчуковой. Когда Сенчукова узнала правду, она решает вступить в дело. Мало того, она хочет стать хозяйкой и Волина, и печатного станка. Для этого она нанимает киллера, чтобы устранить Столярову. Однако Столяров к тому времени уже убирает Волина. Сенчукова начинает искать Столярова и печатный станок. Сотники через мать Волина узнают местоположение этого станка и едет туда. Там встречает Столярова и убивает его, а сам разбивается на мотоцикле. Сенчукова решает залечь на дно. Но в это время в игру вступает наш шантажист агент-майор. Кстати, расшифровали его запись разговора с Сенчуковой. Да, да. Ну что, тогда приложите к делу и отправляйте. Получается, мы разобрались. Как говорил Вольтер, не бывает больших дел без больших трудностей. Отличная работа, агент. Мам, а почему дверь открыта? Мам, пап, вы дома? Папа! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что жена убитого сможет как-то прояснить ситуацию. Так, а в бире уже с ней общается. А мальчик? Пришел домой, дверь открыта. Дома убитый отец, связанная мать. Он сразу вызвал службу спасения. Понятно. Слушай, а веревку и скотч, которым была связана женщина, отправили на экспертизу? Я лично проконтролировал. Что-то не было. Так, вы говорите, что преступники были в масках. Сколько их было? Твое. А маски, какие они были? Чёрные, с прорезями для глаз и ещё рот. Лыжные? Я не знаю, наверное. Ясно. Давайте по порядку. Когда преступники ворвались в квартиру, вы были в это время на кухне? Да. Муж собирался уходить. Потом я услышала шум, как будто драка. Потом выстрел. А потом эти двое в масках ворвались. Хорошо. Тогда как ваш муж после этого оказался у входа в комнату? Он не сразу умер. Пока они всё громили, он пытался доползти до телефона. Они искали что-то конкретное? Нет, они бросали всё подряд. В сумку всё, что стояло на полочках, на серванте. Что это было? В основном старинные статуэтки. Муж коллекционировал, он привозил их за границы. Ясно. Преступники между собой переговаривались? Нет, они молчали всё время. А сколько времени они находились в квартире? Около десяти минут. Я только молила Бога, чтобы сын в это время не вернулся. Когда он вернулся? Почти сразу. Минут пять прошло, как они ушли. Я даже боялась, что они вернутся. Ясно. Привет, спасай. Голова болит, дай таблетку, пожалуйста. Привет. Ну-ка, посмотри на меня. По-моему, тебе надо просто отдохнуть, отвлечься от компьютера. Самое время. Рабочий день только начался. Ну, я же вижу, ты же всю ночь присидел за компьютером. Слушай, ты как Строгов. Преступность не дремлет и нам не даёт. Я серьёзно. Я тоже. Дай, пожалуйста, таблетку. Ладно, возьми там в первом ящике стола. Белая баночка, жёлтые таблетки увидишь. Это? Это. Что-то интересно? Пока что только опилки. Какие опилки? На скотче. Я нашла следы древесных опилок. А, так убитый хозяин квартиры был директором мебельного цеха. Может, опилки оттуда? Ну да, да, я знаю. Но, скорее всего, преступники принесли скотч с собой. Потому что потерпевшие не помнят, чтобы он у них был дома. А отпечатки? А вот отпечатков вообще никаких. Преступники работали в перчатках. Угу. Погоди, а как в перчатках можно отклеить краешек скотча? Я и без перчаток это сделать не могу. Ну, возможно, лезвием ножа или зубами. Кстати, отличная идея. Какая? Преступник мог оторвать скотч зубами и оставить нам свою ДНК. Ну, видишь, хорошо, что у меня голова забылила. Ну, а сейчас как? Так, уже лучше, спасибо. Так, пойду выпью кофе и заработу. А вот кофе я тебе не рекомендую. Я тебя умоляю. Только третий чашка за сегодня. Веня, девять утра. Девять тридцать шесть. Спасибо. Ай, не за что. Простите, мы знаем, как вам сейчас тяжело. Скажите, у вашего мужа на работе были ли какие-то конфликты с коллегами рабочими? Мне он ничего такого не говорил. Ну, может быть, ему кто-то угрожал. Нет, я не помню такого. В общем, на скотче, которым вы были обмотаны, мы обнаружили пыль от опилок. Такие же опилки есть на одежде вашего мужа и туфлях. Вы хотите сказать, что это был кто-то из цеха? Да, именно поэтому мы вас и вызвали. Подумайте, кто бы этому был. В цеху работает около двадцати человек. Из них я знаю только двух-трех. Возможно, этого будет достаточно. Подумайте, старые долги, ссоры, раздел имущества. Я не знаю. Хорошо. Давайте так, у мужа на работе были неприятности? По-моему, у некоторых рабочих была задолженность по заработной плате. Муж говорил, что они выражали недовольство. Большая задолженность? Я не знаю. Об этом лучше спросить у Станислава. А кто такой Станислав? Это партнер мужа и его заместитель. А они бизнес вдвоем вели? Станислав пришел от носителя недавно. Он сначала помогал мужу в бухгалтерии, а потом начал находить заказы. Поговорите с ним. Да, хорошо. Обязательно поговорим. Вас отвезти домой? Нет, спасибо, я с сыном. Кстати, я хотел бы поговорить и с ним. Да, конечно, но можно не сегодня. Данил очень переживает смерть отца. Понимаю. Ну что ж, хорошо, в следующий раз. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Вот это личные дела тех, кто уже уволился. Они дождались своей зарплаты? Да, всем, кто увольнялся, мы все задолженности выплачивали. Сразу такую сумму не можем, поэтому выплачиваем частями. Да эти дела тех, которым не успели выплатить задолженности. Вот еще. Кремецкий и Трофимов. Только двое? Да, мы собирались им выплатить, может быть, не в этом месяце, а в следующем. А может быть, им надоело ожидать? Что? Я говорю, сложно, когда не выплачивают заработанные деньги. Настроение ухудшается. Слушайте, я здесь ни при чем. Когда я сюда пришел, задолженности уже были. И, кстати, благодаря мне появились новые заказы. Ладно, не обижайтесь. Вы бы хотели поговорить с этими рабочими. Есть только один в Кремецке. А где второй? Не знаю, он не вышел сегодня. Интересно. А вы дайте нам герой адрес? Да, конечно. Где я могу найти Креницкого? Я говорю, где Креницкий? Здравствуйте. Здравствуйте. Я из отдела расследований. Вы в курсе, что вчера убили вашего босса? Ну, я говорю, вы в курсе, что вчера убили и ограбили вашего босса? Да, конечно. У нас есть основания полагать, что кто-то из вашего цеха это совершил. Кто, визитку нашли? Почти. А вы что, совсем не огорчились? Я смотрю, шутите? А что, мне биться в истерике? Ну, не знаю. Все-таки ваш босс. А давно вы здесь работаете? Пять лет. Сколько? Пять лет. А у вас конфликты с ним были? Нет. А задолженность по зарплате? Я так понимаю, вы меня подозреваете. Не только у вас. А Трофимов с вами работает? Да, мой напарник. Долги по зарплате только у вас двоих. Может, таким образом вы хотели забрать ваши деньги? Я сегодня утром только вернулся из командировки. Между прочим, ездил по приказу начальства. А Трофимов? Вот у него и спросите. Хорошо. А кто это может доказать? Зам начальника. Билеты и документы у него. Простите, мне нужно работать. Эй, кто там хулиганит? Я сейчас полицию вызову. Не надо. Гражданечка, успокойтесь. Мы сами из органов. Нас интересует ваш сосед Трофимов. Пашка, что ли? Да. Байл Трофимов. Он здесь живет. А документики покажите, пожалуйста. Пожалуйста. Все равно ничего не вижу. Ну ладно, записывайте. Наркоманит, хулиганит, друзей вводит. А сегодня его здесь не было? Сегодня не было. Тишина и покой. То есть у тебя в другие дни неспокоен? Да устали мы от него. Вводит сюда друзей своих, наркоманов. Какую-то дрянь варят, воняет все. А мы дышим этим. Так чего же вы не заявите? Молодой человек. Заявляли. И участковый приходил. И беседы проводил. И в участок забирал. Да все же по-прежнему. Все так же. Пожалуйста. Посмотрите. За очередной дрянью пришел к Пашке. Молодой человек. Здравствуйте. Подождите, пожалуйста. Я поговорить хочу. Вам большое спасибо. Если нам что-то понадобится, мы еще свяжемся. Все, доброе. Да вы побыстрее, побыстрее, а то сбежит ведь. Знаете, от моего друга еще никто не убегал. Смотришь, что я у него нашел. Теперь понятно, почему он от нас убегал. Это не мое. Я для Паши нес. Понятно. Теперь это наше. Так. Поехали в офис. Там все расскажете. Ну, почему вы мне не верите? Это не мое. Меня просто просили передать. Кто просил кому передать? Кумар просил Пашке. Кумар. Старый знакомый. Так, значит, это он вас снабжает, а вы сбываете, да? Да нет, это Пашка в основном. А вы? Я, ну, иногда. В общем так, если вы не поможете найти нам Пашку, то получите по полной программе. Из-за него, из-за себя. Я понятно объясняю? Да. Где мы можем его найти? Да я не знаю, где-то на работе может быть, там. У него мебельный цех какой-то. Его там нет. Как вы обычно связываетесь? Обычно по телефону. Так давайте ему звонить. Вот ваш телефон. Не отвечает. Это ваши проблемы. Я же сказал, получите за двоих. Ну, а что мне делать? Думайте. Думайте. А у него гараж есть. Типа мастерской. Он там зависает иногда. Вот, это уже ближе к делу. Давайте адрес. Все. Стой! Цвет горит. У меня замков. Три. Так. Посмотрим. Его убили ещё ночью. Пусто. Оружия при нём нет? А вот и маска. Это статуэтка из коллекции, я так понимаю, прихватил, чтобы наделиться. Остальное, наверное, напарник забрал. Надо здесь всё тщательно осмотреть. Не может быть, чтобы второй не оставил ничего после себя. Вызову бригаду, пусть заберут тело. Только я его сначала осмотрю. Не помешал? Нет, нет, конечно, проходите. Что, пуля есть? Да. Вот. Вошла точно между ребер и попала в левый желудочек. Пистолет Макарова. Да. Тот же, из которого убили Смирнова. Вот. Это пуля с убийства Смирнова. Это Трофимова. Видите? Сравните. Да. Обе пули немного сплющены на выходе. Нет сомнений. Орудие убийства одно и то же. Да и убийство, скорее всего, один и тот же. Да. Ты что, устал, что ли? Да нет, глаза слезятся. От монитора? Из-за лекарства. Из-за какого лекарства? Утром голова болела, прошёл каптан и попросил лекарства. Голова прошла, теперь вот глаза слезятся. А ну, возьми у неё что-нибудь от аллергии, там я не знаю. Да нет, уж хватит. Потерплю. Ну ладно. Ты телефон Трофимова проверил? Проверяю. Только вот резко сейчас наведу. Давай, я помогу. Давай. Там ему звонили с одного и того же номера несколько раз. Я пойду кофе себе сделать. Ты будешь? Нет, спасибо. Ты бы тоже заканчивал с этим кофе, может у тебя на кофе аллергия, а? Да что бы все заладили, кофе, кофе. Нет, ну правда, ты бы заканчивал, это у тебя какая чашка за день? Чашка, не знаю, а пачка третья. Ты лучше сок пей. Слушай, а вот этот, ты номер пробивал? Двенадцать пропущенных. Так, давай продиктуй мне его. Да нет, не надо, я его наизусть знаю. Это номер Кумара. Знакомый что ли? Угу. Старый знакомый наркодилер, снабжает молодежь эфедрином. Ага. Слушай, а ты можешь по спутнику посмотреть, где сейчас находится этот телефон, а вместе с ним и его хозяин Кумар? Ну давай, попробуем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Выходите, руки за голову, быстро! Да ведь бегом, а то я помогу. Ха-ха-ха. Давненько мы не виделись. Кумар, вы снова за своем? Вы о чём? Салон откройте. Зачем? Я что, нарушил правила дорожного движения? Давайте быстро и без разговора. Ладно, не купятись. Это что? Статуэтки, а что? А то, что позавчера было совершено ограбление, и эти статуэтки из того дома. А там во время ограбления убери человека. Это какая-то ерунда. Я никого не убивал. Эти вещи у меня давно. Как давно? Месяц. Может, больше. Я уже не помню. Понятно. Вы поедете с нами, а там разберёмся, как давно эти вещи у вас. Отбой! Привет, Кумара. Рад тебя видеть. Привет, я тоже. Так откуда у тебя эти статуэтки? Они не расплачивались за товар. Кто? Один знакомый. Спасибо. Трофимов. 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 Данил, можно вас на минуточку? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже освободились? Да, хорошо. С вами хотят поговорить. Кто? Наши следователи из офиса. Вам придется проехать с нами. Я сейчас не могу, мне домой надо. Но это очень важно. Касается ограбление вашей квартиры и убийство вашего отца. Я ничего не знаю. Когда я пришел, никого уже не было. Нам нужно задать вам пару вопросов. Ну, хорошо. Я только рюкзак отдам, приятелю. Зачем? Там у меня конспект, я вам просил. А можно я посмотрю? Кого? Конспекты? Ну да. Зачем? Юность вспомнит. Это вы называете конспектами? Данил, Данил. Вы знаете, как это называется? Откуда это у вас? Знакомый передал. Зовут Павел. Он сдал меня. Понимаете, Данил, мы, конечно, многое можем узнать. Но очень важно, чтобы вы нам сами все рассказали. Я не хотел, чтобы все так вышло. Что вы имеете в виду? Мне нужны были деньги на наркоту. Я начал таскать из дома статуэтки. И отдавать их Павлу? Да. Я познакомился с ним прошлым летом, когда они с напарником устанавливали у нас мебель. Это он вас подсадил на наркоту? Да. Он видел коллекцию в квартире. И потом сказал, что если у меня нет денег, то можно расплачиваться статуэтками. А разве вы не боялись, что отец заметит? Боялся. Я знал, что рано или поздно это случится. Мне нужно было, чтобы кто-то ворвался домой и сымитировал ограбление. И вы снова обратились к Павлу. Понятно. Да. Он сказал, что найдет приятеля и все пройдет отлично. Но они убили моего отца. А я думал, это входило в ваши планы. Нет. Родителей вообще не должно было там быть. Я не хотел этого. Ладно. Кто был в квартире вместе с Павлом? Он не говорил мне, вы их поймали? Мы пока нашли только Павла. Застреленного в собственном гараже. Наши оперативники проверят гараж еще раз, осмотрят окрестности, будут искать дополнительные улики. Но вы пока являетесь одним из подозреваемых. Ну что? Тебе запасной руль не нужен? Нет, спасибо. Что-нибудь нашел? Нет, чисто. А Германова? На крыше осталось, осматривает. Ты ее там одну бросил? Да. А она сказала, что я тяжелый. Слушай, давай я возьму участок за гаражами. Надо уже поторопиться, скоро семнеет. А вот и Германова. Да? Да принято, идем. Что-то нашла? Наверное. Что ты делаешь? Помогите поднять. Что-то нашла? Да. Слушай, а майору следовало, что ты на крышах? Да уже обошла все крыши. Давай, подсвети меня, мне нужно достать. Давай, ты подсвети, а я... Вон там он, справа, видишь? Вон. Вот-вот-вот-вот. Узнаете? Маска второго. Слушай, у Черных что-то совсем не то. Может, ему в больницу нужно? А что случилось? Ну да, он спит на рабочем месте. А, ну так правильно. Я ему кофеечек со снотворным сделала. Ну, пусть поспит немножко. Кофе со снотворным, это не опасно? Да ни в коем случае. Ну, ты понимаешь, другого выхода не было. Часика полтора поспит и будет свежий, как огурчик. Так ты же говорила, что у него все эти недомогания от кофе. Ну, правильно. Недомогание от недосыпания, а недосыпание от кофе. Ясно. Ну, а ты что, закончила? Почти. На скотче я обнаружила следы зубов, а где зубы, там и слюна. Теперь у нас есть ДНК преступника. А внутри маски было полно волос. И многие из них с луковицами. Так что я сравнила ДНК волоса и слюны. И могу сказать, что это один и тот же человек. Второй грабитель. По базе проверили? Ну, вот как Черных проснется, так сразу и проверим. Но определенно могу сказать, что это не Трофимов, не Кумар и не Данил. Ты уверена? Ну, конечно, уверена. У меня есть ДНК, я сравнила. Хорошо. Будем продолжать поиск. Спасибо. Да, да. Воды хотите? Я хочу знать, почему вы арестовали моего сына. Ваш сын Данил имеет прямое отношение к ограблению. Что вы такое говорите? Этого не может быть. Да. Но он вообще-то сам нам в это признался. В чем признался? Он хотел сымитировать ограбление. Это не так. Там были другие люди. Возможно. Следствие пока ведется и пока еще рано делать какие-то выводы. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Это Анжелика Каптан, наш криминалист. А это Анна, водова убитого Смирнова, мать Данила. Мне очень жаль. Поверьте, мы делаем все для того, чтобы установить личности этих преступников. Вы делаете все, чтобы посадить невиновных. Мой сын ни в чем не виноват. Я требую, чтобы вы его отпустили. На каком основании вы его задержали? У вашего сына Данила были обнаружены наркотики. А расплачивался он статуэтками, которые ворвал из собственного дома. Теперь вам понятно, за что мы его задержали? Мам, плохо? Давайте я вам принесу успокательное. Не надо. Мне нельзя. Почему? Оно совершенно безвредное. Вам же сказали, что не надо. Мне нельзя лекарство. Я беременна. Я прошу вас, пожалуйста, отпустите его. Может быть, под залог. Мне сейчас очень нужна его поддержка. Не оставляйте мне одну в таком положении. Хорошо. Мы отпустим его. Ну, под расписку и вашу личную ответственность. Спасибо. Анжелика, мне показалось, что ты хотела мне что-то сказать. Хочу сказать, что странно все это. Что именно? Ну, то, что Анна беременна. А почему это тебя удивляет? Потому что вот, результаты вскрытия тела ее убитого мужа. Я обнаружила следы перенесенной операции. Перевязка семей выводящих протоков. После такой операции мужчина гарантированно не может иметь детей. Скажи, а когда была проведена эта операция? Я думаю, около года назад. Получается, Анна не могла забеременеть своего мужа? Значит, у нее был любовник. Я, конечно, понимаю, что это ее личное дело. Но мне интересно, как она собиралась выходить из этой ситуации. Не знаю. Может, это и не имеет никакого отношения к преступлению. Но мне очень сильно хочется установить личность этого любовника. Очень-очень. Наша красавица. А вот и красавец. Убитая горем женщина, говоришь? Ну-ну. Верь после этого женщинам. Думаешь, все такие? Не знаю, как все, но почему-то в последнее время мне вот именно такие попадаются. Может, он просто ее утешает? Конечно, утешает. Вот именно так я утешаю, но я не думаю, что это просто утешение. Ну что, зайдем пообщаемся? Интересно, как они отреагируют. Не-не-не, не сейчас. То, что нам надо было, мы узнали. А с ними поговорим чуть попозже. Наедине? Наедине они поговорят друг с другом. А мы с ними поговорим с каждым по отдельности. Ну, встречаемся в четыре часа, да. Как договаривались. И я тебе потом перезвоню. У нас к вам несколько вопросов. Я вообще-то уже убегал. Это касается вас и Анны. Вы знали, что Анна беременна? Да. Вы об этом сегодня в кафе разговаривали. К чему вы клоните? Потому что муж Анны не мог быть отцом ее ребенка. А вот вы... Послушайте, это наше личное дело. Это было ваше личное дело, пока не случилась трагедия. Теперь нас интересуют нюансы. Мы с ней встречаемся с Нового года. Олег об этом ничего не знал. Как она собиралась объяснить беременность мужу? Не знаю, мы обсуждали это с ней. Но так ни к чему и не пришли. Она очень переживала, я пытался успокоить ее. И эта трагическая случайность все расставила на свои места, да? Зачем вы так? Действительно, зачем? А может, это была вовсе даже и не случайность? Вы что, обвиняете меня в убийстве? Нет. Пока что вопросы задаю. Меня даже в этот день не было в городе. Я был в командировке. Кто подвердит? Мы вместе с Креницким ездили. У меня даже билеты остались. Понятно. Если вы действительно хотите снять с себя обвинение, вы должны прийти к нам в офис и сдать анализ на ДНК. На ДНК? Да. Хорошо, я заеду. Хорошо. А вот билеты мы на всякий случай заберем. Я вам уже все рассказал. Все. А вот мы пообщались с проводницей этого вагона. Она сказала, что в купе вы были один. Она ошиблась. Она ошиблась или вы врете? Что вы от меня хотите? Правды. Давать заведомо ложные показания чревато. Вы становитесь сообщником преступления. Какого преступления я был в командировке? Один или со Станиславом. Станислава подозревают в убийстве. Если его вина будет доказана, вы пойдете как соучастник. Это понятно? А теперь я вопрос задам еще раз. Вы ездили в командировку со Станиславом или один? Я не знал, что это связано с убийством. Он пообещал мне рассчитаться с долгами, если я съезжу в командировку сам. Но чтобы об этом никто не знал. А зачем ему нужно было остаться? Он не говорил? Ну, вроде по личному делу. Но я подумал, что это связано с женщиной. Ну, где-то так оно и есть. Да не имею, но что я вижу, ты носок перешел. Да, свежевыжатый, прошу. Ну, как самочувствие? Отлично. Как новенький. Голова свежая, не болит, не кружится, глаза не слезятся. Ну, а ночью спишь? Как младенец. Прекрасно. Ну что, тогда я твою пачку кофе заберу? Да, конечно, берите. Замечательно. Клиницкий сознался. Он ездил в командировку один, так что у Станислава нет алиби. И, конечно, на анализ ДНК он не явился. Я думаю, что уже не явится. Он наверняка где-то скрывается. Ну что ж, тогда попытаемся найти его через Анну. Слышь, у меня у тебя в кофе нет? Иди со Строговым попей. Ну ладно. Неужели, она выдумывала, что на вскрытие это все не выяснится? Это был просто роман, увлечение. Там все как-то слишком далеко зашло. Я не знала, как сказать об этом мужу. А теперь этого и не надо делать, правда? Вашим это я виновата, что так произошло. Я не знаю, может вы, может ваш любовник. Нет, он, он не мог этого сделать. Почему ж? Он же вам обещал, что все уладит. Вот теперь ничего не надо рассказывать мужу. Нет, я не верю, нет. Тогда почему он от нас скрывается? Анна, вы любили вашего мужа? Тогда вы должны нам помочь. Что я должна сделать? Наберитесь Таниславу и назначите ему встречу. Где? Где-нибудь в нелюдном месте. Не отвечают. Ясно. Хорошо. Я не помню, оставлял ли я вам визитку. Но если он объявится, то доверите меня. До свидания. Всего доброго. Что случилось? Я все слышал. Как ты могла? Ты предала отца. Я тебе этого никогда не прощу. Упокойся, я тебе все объясню. Это из-за тебя он убил его. Замолчи! Замолчи. Может это ты виноват в смерти отца? Ты думала, я ничего не знаю? А мне, между прочим, все теперь рассказали. Слышишь, все? Что? Этот гад объявился. Отдай сюда. Отдай, слышишь? Отдай, я сказала! Данил! Данил, стой! Стой, я сказала! Пацан, убери пистолет, это не игрушка. Уберу. Но сначала продрёблю тебе башку. Подожди, давай поговорим. Мне не о чем с тобой говорить. Ты гнида, убийца. Твой отец первый на меня напал. Я защищал. Заткнись. Это же ты организовала ограбление. Родителей не должно было быть дома. Ты специально. Тебе нужно было убить его. Ненавижу. Данила, бросьте пистолет, быстро. Бросьте пистолет, он ответит по закону, даже не сомневайтесь. Нет, он должен умереть. Данил, подумайте о матери, она нуждается в вас. Бросьте пистолет. Данил, быстро. Мне нужна машина. Если я увижу, что за мной будет слежка, я его пристрелю. На что вы рассчитываете? У вас все равно везде наедут. Посмотрим. Ну, бросили оружие, быстро. Или я его прикончу. Вот автомобиль, ключи зажигания. Девятимиллиметровый Макаров. Из такого были убиты Смирнов и Трофимов. Ну что, вы хотели покататься на машине? Добро пожаловать. Ну, сейчас покатаемся. Все хорошо, если бы не эти отчеты. О, да, это точно. Анализ ДНК подтвердился? Да. Волос на лыжной маске и слюна на скотче, это все Станислав. Ну и, конечно же, пистолет. Тоже подтвердился? Да. И все же, откуда Станислав узнал, что планируется ограбление? Это, скорее всего, Павел Трофимов ему рассказал. Может, пьян был, может, под наркотиками. Но Станислав решил воспользоваться случаем. И чем он, интересно, мотивировал свое желание участвовать в ограблении? Скорее всего, сказал, что Смирнов задолжал ему крупную шуму денег. Да. Павел даже не думал, чем это все может обернуться. План убийства был в голове только у Станислава. Ну, а трагическая смерть во время ограбления стала очень хорошим выходом из запутанного положения. А что произошло там, в гараже? Павел устроил скандал. Но в его планы не входило становиться соучастником убийства. Наверняка он угрожал, что сдаст в полицию. Но вот Станиславу и пришлось его застрелить. Думаю, застрелил бы он его в любом случае. Свидетели ему не нужны. Да. Печальная история. Да уж печальная. Теперь водове Смирнова и сыну придется как-то с этим жить. Как говорится, люди наказываются не за грехи, а самими грехами. Да. Отчет готов. Молодец. Молодец.